По инициативе Озбестовского отдела управления Роспотребнадзора в городской администрации была собрана санитарно-противоэпидемическая комиссия. На заседании обсуждался вопрос профилактики распространения острых кишечных инфекций. Первым вопросом повестки стало рассмотрение эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям в Озбестовском городском округе. Как доложил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Иван Хованов, число зарегистрированных случаев острых кишечных инфекций в этом году в Озбесте на 10% ниже среднемноголетнего уровня. Но по составу заболеваемости ситуация неспокойная. В городе отмечается рост сальмонеллезов. На территории Озбестовского городского округа было зарегистрировано 22 случая заболеваемости сальмонеллезом, что в 3,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Болеют в основном у нас взрослые дети примерно 50 на 50, что характерно для детей заболеваемость от 0 до 2 лет, как организованных, так и неорганизованных. Эти две группы у нас превалируют. В ходе заседания заместитель главврача горбольницы номер 1 Виктория Устюгова отметила, что профилактика кишечных инфекций оставляет желать лучшего. По вакцинации от гепатита А и дизентерии зоны план не выполняется как в ряде образовательных учреждений, так и на предприятиях общественного питания и на объектах торговли. В свою очередь руководители таких предприятий общепита, как ТООП и П. Чазово, заявили, что у них с вакцинопрофилактикой все в порядке. Наибольшее внимание традиционно направлено на поставщиков питания в образовательные учреждения, тем более, что надзорные ведомства не всегда довольны их работой. На встрече один из представителей школьного общепита заявил, что объяснительные у персонала взяты, нарушения исправлены и вообще иногда дети сами виноваты. Раз у нас школа, то я это, наверное, озвучу. Это правило личной гигиены учащихся. Потому что я как контролирующий работу предприятий очень часто, практически постоянно, дети руки не моют. Если еще в младших классах учителя следят за этой процедурой, то старшеклассники практически руки не моют. Вот это одна тоже из причин, я считаю, заболевания, острыми кишечными заболеваниями. По итогам заседания было решено усилить работу в отношении вакцинопрофилактики дизентеризованной. Также руководитель Азбестовского отдела Роспотребнадзора обратился к медикам с предложением проинструктировать молодых мам на тему приготовления продуктов из куриц и яиц. Поскольку среди заболевших сальмонеллезом преобладают дети в возрасте до двух лет, которые чаще всего не посещают детский сад. А потому есть основания предполагать, что куриная продукция, которой мамы почуют малышей, проходит недостаточную термическую обработку. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости ТВ.